здравствуйте я рад что наше сообщество становится все больше и больше подписчиков зрителей я также рад что моих учеников становится все больше и в первую очередь конечно я рад за вас потому что это вы делаете первый шаг пишите мне письмо записывайтесь на консультацию и ваша жизнь меняется вот от вас это зависит первый шаг сделать самый трудный мы с вами знаем поговорку лиха беда начала вот поэтому все начинается с первого шага и по сути этот первый шаг это уже 50 процентов пути так что я рад за вас я рад за вас что вы обращаетесь мне конечно приятно что вы мне доверяете и я могу вам помочь но самое главное что вы решаетесь вы идете на программу на консультацию на терапию это здорово давайте я отвечу на ваши комментарии татьяна пишет интересный вопрос о труде тут который не нравится да согласно труд должен приносить удовлетворение а не разрушать в этом вы правы я так думаю что 70 80 процентов занимаются нелюбимым делом просто по необходимости потому что надо деньги зарабатывать и это не случайно это тоже не случайно делал все в том что труд отнимает энергию отнимает силы труд нелюбимая работа вот это работа из подволь по необходимости она очень неплохо влияет на нервную систему по сути подавляет человека и приводит его к депрессии вот а это задача власти на самом деле чтобы люди находились в состоянии легкой депрессии чтобы они не хотели ничего ничего не хотели понимаете и те кто борются за власть они понимают за что они борются они борются за ресурсы за деньги за статус за должности за те богатства которыми обладает страна за финансовые потоки это огромнейшие деньги они зарабатывают на этом они знают как за что они борются а большинство людей не знает и не понимает этого поэтому оно бедное население элита богатая население бедное и так везде потому что люди ну правильно не осознают свои социально-экономические интересы не осознают их просто они не понимают зачем общество существует экономика вот и людей держат в этой бессознанке вот и все это система власти и подчинения одна единственная другой системы нет никакой демократии не существует это обман людей так же как и конституция это обман людей нигде народ не управляет это просто игра вот это политические игры то что мы наблюдаем с вами политические игры вот алекс цитирует пушкина зачем стадам дары свободы их должно резать или стричь правильно все верно стричь вот народ платит налоги дальше с этими налогами и власти делают что хотят занимаются самообогащением или эти деньги на войну пускают а на войну это резать вот и отправляют людей на войну чтобы они убивали и были убиты свобода не нужна определенной категории людей поэтому любое государство построено на дураках поймите и поэтому государство вечно так же как вечно глупость вот все эти идеи понимаете патриотизма национализма ведь они никакому сомнению не подвергаются люди принимают все на веру в том что они лучшие лучший народ на планете наш язык самый главный самый лучший мы самые самые мы любим свою родину больше всех понимаете ничего глупее этих идей нет разделяются дураками поэтому это способ управлять людьми вы были в других странах вот я поездил я был в тридцати странах в тридцати вот путешествие это лучшее лучший способ сформировать у себя установки толерантного сознания поэтому вот сейчас о толерантности никто не говорит ведь посмотрите да хотя это очень продуктивная идея и правильная о психическом здоровье никто сейчас не говорит вот во время пандемии еще говорили сейчас молчат опять молчат да потому что не является приоритетом психическое здоровье людей людей резать и стричь вот приоритет так что это основа государства наталья пишет совсем согласна только смущает одно миллиардеры умирают от болезней им их миллиарды не нужны в таком случае к примеру Стивен Джобс умер в 50 лет от онкологии будучи миллиардером вот можно сказать деньги не делают не дают счастья но к примеру возьмем обычного рабочего тоже умершего от онкологии в 50 лет кто прожил лучше Стив Джобс или рабочий чью судьбу вы хотите значит я хочу свою судьбу ни Джобса ни рабочего свою судьбу все это мой путь мое дао вот то что меня интересует потом вы не знаете на самом деле вот в этом комментарии заложена такая скрытая зависть к миллиардерам но вы не знаете на самом деле как они живут и знать не можете вы не живете их жизнью и ни один миллиардер вам не признается что он несчастный человек что деньги не сделали его счастливым понимаете в чем дело мир материальный когда человек живет только в этом мире когда он только вот жизнью ума живет ему всегда мало он никогда не удовлетворен тем что он имеет поэтому ему хочется все больше и больше вот и все поэтому они становятся миллиардерами но им и их миллиарды не делают их счастливыми так что не надо никому завидовать вы не знаете как они живут и чем они живут и что у них за проблемы живите своей жизнью это самое правильное самое лучшее что только может быть вот в следующем видео продолжим разговор наш и я отвечу на другие вопросы ваши напоминаю что у меня есть рассылка антидепрессивные программы психотренинги консультации обращайтесь и обращайтесь за помощью смело получайте квалифицированную помощь мирового уровня и выздоравливайте выходите из любой трясины из любого болота в любой ситуации можно помочь любую проблему можно решить депрессия не приговор бедность не приговор отсутствие любви не приговор да и так далее и так далее есть здесь техники есть знания есть подходы есть упражнения есть все для того чтобы вы из любой ситуации нашли выход выход есть выход есть вы Продолжение следует...